Пункт Б. Власти Иисуса над силами природы. Давайте кто-нибудь прочитает. Брат Слава, наверное, опять прочитает стих 23 по стих 27. Включительно. Потом встал, запретив ветром он морю, и сделалась великая тишина. Люди же удивлялись, говорили, кто этот, что и ветра, и море подойдутся ему. Спасибо. И написано, когда он вошел в лодку, за ним последовали ученики. В параллельных местах написано, что были лодки. То есть это была не одна лодка. В одной лодке был Иисус, но за ним следовали и ученики и в других лодках. Ну как бы дополнение. И вот, сделалось великое волнение на море так, что лодка покрывалась волнами, а он спал. И возникает вопрос, почему спал Иисус, многие говорят. Он специально хотел предоставить им урок, что он спит и не тревожится ни о чем. Но для меня это такое не очень хорошее понимание. Я думаю, просто здесь есть указание, что он настолько был утомлен переходами, проповедями и исцелениями людей. И дальше вечером он идет, отправляется в другую страну через море Галилейское. Он просто был утомлен. И бывает, как у человека, как мы приехали к вам и два дня не спали. Может, такие мы выглядали тут не очень. Мы спали фактически полтора часа или может два часа. В автобусе. Да, в автобусе. Поэтому днем, где люди говорят. И представьте, Христос, он как бы утомился настолько, что сразу же ушел. И тут, конечно же, показано, что, несомненно, Господь допустил это для того, чтобы показать свое мессианство, свою божественность. Допустил то, что сделалась такая великая воля. И они начали его будить, начали говорить ему, что мы погибаем. Понятно, что они уже никому не могли обратиться, только к Иисусу. Однако то, что сделал Иисус, превзошло все ожидания. Особенно, если смотреть гереческий текст. Написано, что вы так боязливы и маловерны, и потом встав, запретил ветром и морем, и сделала у вас великая тишина. И вот эта фраза, и сделала у вас великая тишина, вот на что указывает. Тут написано, запретил, а в других Евангелиях написано, умолкни, перестань. И Христос как бы говорит ветру, умолкни, море, перестань. И тотчас сделалось то, что он сказал. Представьте себе буря, у лодка качается, умолкни, перестань. И так стоит тишина, мгновенно. Греческий текст настолько ясно это передаёт, что, кажется, они были настолько изумлены. Качалось всё. Раз, тишина мгновенная в течение одной секунды. И это было изумление, конечно, для них. И они, когда увидели, они говорили, кто это? Кто сей человек? Что море и волны погоняются ему, и море и ветры погоняются ему. Кто он такой, что может запрещать? До этого никогда не было слышно. И сейчас не слышно, конечно, и не будет слышно, чтобы кто-нибудь имел такую власть, чтобы мог запретить морю или ветра. Однако этим действием Иисус хотел указать, что Он настоящий Мессия. Только Мессия создал природу. Он Бог. Бог создал природу, и только Бог имеет право и власть управлять этой природой. И этим действием своим Он доказал, что Он настоящий Бог. Настоящий Мессия. Далее мы прочитаем... Я извиняюсь, брат Андрей. Брат Андрей прочитает с 28 стиха до конца главы. И когда Он прибыл на другой берег в страну Гердесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе на нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И дети просили Его, если выгонешь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им, идите. И они, вышедшие, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, и пришедшие в город рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, видевшие Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Спасибо. Теперь мы видим еще одно проявление власти Иисуса. Власть над демоном. Он повелевает демоном. И когда Он прибыл на другой берег в страну Гиргизинскую, Его встретили двое бесноватых, вышедших из гробов. Когда мы читаем у Луки и у Марка, например, Марк говорит точно, что это был один человек, весьма свирепый, и что Легион в нем был бесом. Когда мы читаем здесь, у Матфея, мы читаем о двоих. И в этом нет противоречия. Потому что многие критики говорят, вот видите, здесь один, а там два. Но я, как уже говорил на прежнем уроке, что цель, какова цель была описания одного евангелиста или другого. Один хотел загадочить свое внимание только на одном. Потому что здесь мы не читаем ничего об Легионе. Мы знаем, что в одном из бесноватых, как твое имя, имя ему было Легион. Потому что много бесов было в нем. Марк, например, когда говорит об одном бесноватом, он сосредотачивает свое внимание на том, в котором был Легион. Подчеркивает то, что Иисус исцелил его. Такого человека, в котором было множество-множество бесов. Матфей, он, конечно же, был очевидцем. Потому что Марк писал со слов Петра. Это известно. Он не был очевидцем. Так же и Лука. А Матфей был очевидцем, поэтому он мог рассказать, как все произошло. Поэтому Матфей говорит, что было двое бесноватых. Один был весьма свирепый, другой был, может, поменьше. Но было и двое людей. Просто Марк выделяет самого главного, которым был Легион бесов. И они были настолько свирепые, что вышедшие из гробниц весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Люди избрали другой путь, чтобы не проходить твой, потому что эти люди могли напасть, избить, изранить и убить. Даже кого не было. У Марка мы читаем, что один из этих бесноватых, который жил в гробах, он кидался, бросался, был такой сильный, что ее связывали цепями, и никто не мог даже связать его, потому что он разрывал цепи. Это говорит о том, что эти люди обладали сверхчеловеческой силой, и эти демоны давали силу действовать во вред. Вред. Часто эти демоны давали силу действовать во вред другим людям или же во вред самому этому человеку. Потому что, например, смотрите, я просто два разных примера приведу. Один пример, когда в человеке живет демон, и человек бросается на людей, готовый их убить. Он готов причинить вред другим людям. Так демон его направляет. А другой человек, например, одержимый мальчик, которого отец просил за своего сына, помните, бросался в огонь и в воду. То есть бес хотел погубить именно этого мальчика. То есть не через мальчика делать вред другим, а именно самого мальчика хотел погубить. То есть бесы по-разному действовали, но все равно и так или иначе их цель была губить людей, убивать людей и причинять им зло. И здесь описано, что эти были свирепые, два свирепых бесноватых. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Однако в греческом варианте, как бы в 26-й версии, например, кто может использовать, там стоит вопросительный знак, просто слово, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. То есть стоит вопрос, ты пришел сюда прежде времени мучить нас. Ты сейчас пришел, чтобы это время наступило, чтобы сейчас нас мучить. То есть они не утверждение идет, а вопрос. Они знают определенное время, в которое они знают. Они знают, что Христос будет их мучить. Они узнают, что это Сын Божий. Когда мы читаем Луки и читаем Матфея, что тот подбежал бесноватый и упал, и сказал, что тебе до нас Сын Божий. Они признают, что Он Божий Сын, без всякого сомнения. И они признают, что Он имеет власть мучить их, посылать их в мучение. Но они спрашивают, ты пришел сейчас нас мучить? Сейчас пришел это время? Они не знают, почему время никогда? Конечно, они не знают время. Будущее известно только Богу, одному Богу. Хотя уже мы с братом Владимировым как говорили, что в Откровении, например, когда сброшен сатана, мы знаем, да, он пришел в ярости великой, потому что знает, что мало ему осталось времени. Он знает уже открыто, что мало ему осталось времени. Однако тогда еще не было открыто, еще не было написано Нового Завета. И, конечно же, демоны не знали, когда придет Христос. И они думали, что вот это первое пришествие, ну, возможно, и будет тем временем, когда он будет мучить. Однако сейчас, конечно же, демоны знают более. И вдали же от них послось большое стадо свиней. И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И если ты нас выгонишь, то есть они признавали, что он имеет такую власть, то пошли нас в стадо свиной. Вопрос. И, да. И здесь, ну, это я знаю, собственно, это я просто хочу, чтобы вы поздравили. Гергесинская, там Годарей, в кольчу сказано. То есть это одно и то же место. Годара и Гергеса, это одна и то же место. Одна и то же место. Там, по-моему, мы же знаем, что Христос пришел в пределы Неполимова и Заволова. И возможен вариант такой, что одна как бы часть иудеев называла эту землю Годаринская, другая часть иудеев Гергесинская. Что случилось с бесами? Бесы не тонут в морях, в морях. Бесы не горят в огнях. Здесь, в данном случае, Христос, когда послал их в стадо свиной, они потопили только стадо. Но однако же они не пошли никуда, не умерли в море, в море, как бы кто-нибудь думает или еще что-то. Потому что они духовные личности, они не могут ни утопиться, ни сгореть и тому подобное. Опять же, не то время, когда Христос должен погубить бедство. Поэтому Он говорит, я вас не уничтожаю, а пусть их изгоняю. Он-то не уничтожал бедство, а изгонял. Скорее всего, это было цель Иисуса, потому что, как говорят некоторые исследователи, что евреи в то время, хотя многие евреи ненавидели римлян, однако те евреи, которые жили в Гергесинской земле, они могли более иметь тесное общение с язычниками. И есть такое мнение, хотя оно не подтверждается текстом, но оно и не отрицается текстом, что это стадо свиной около трех тысяч, принадлежало, скорее всего, какому-нибудь еврею. И евреи не должны были есть мясо, с именой, и там потом. Но они-то, написано, что здесь были пастухи, они нанимали, сами-то не ели, не прикасались к нечистому, нанимали себе людей, люди выращивали им мясо, и потом они продавали это мясо римлянам. Малинали спокойно съели, употребляли пищу своим богам и самим себе. И Христос повелевает, видите, если бы там паслось, я так говорю, стадо баранов, они бы, мне кажется, просто, не вошли бы в стадо баранов. Но нечистые животные, которые по закону, а это все еще была эпоха закона, до смерти Христа на кресте, ну вот Новый Завет установлен, до этого момента все еще действует в Ветхий Завет. Поэтому по закону это были нечистые животные и нечистые духи вошли в нечистые животные, погубили нечистых животных. Возможно, конечно, кому-нибудь, может, кому-то еврею или группе евреев или группе каких-то там людей из Гадаринской земли это принесло, конечно же, материальный очень сильный ущерб. Я просто как бы так думаю, маленькая свинья даже 200 долларов посчитайте на 3 тысячи какая-то сумма будет даже на те деньги. Сколько сала будет? Но когда люди, написано стих 32, пастухи же побежали и придя в город рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И весь город вышел навстречу Иисусу и увидев Его просили, чтобы Он отошел от пределов их. Пастухи побежали, конечно же, в первую очередь они должны были доложить тем людям, на кого они работали, что такое-такое происшествие, и мы не виноваты. Пришел чудосворец какой-то и действовал вот так, и бесы бросились, мы не могли их остановить, они толпой, стадом всем понеслись вниз и утонули, чтобы на них никто ничего не думал. И, конечно, написано, это весь обошел весь город, что-то случилось удивительное, но они говорят не только, что случилось, со стадом, видите, и о том, что было с бесноватыми, и бесноватые, а мы знаем из параллельных мест, бесноватые стали одеты в здравом уме и тому подобное. То есть они пришли и сказали, а бесноватые нормальные, они исцелились. И пришел весь город, написано, вышел навстречу, и увидев его, просили, чтобы он отошел от предела у них. Вместо того, чтобы радоваться, что человек, два человека получили исцеление, что бесы изгнаны, что люди в здравом уме не будут больше тревожить эту местность, не будут бросаться, убивать людей и тому подобное, вместо этого они сказали, отойди от нас. Мы не хотим, чтобы ты приходил в нашу землю. Поскольку это ущерб, может быть, без слов. Да, правильно, вы это обращались. Вы еще занимались огромными словами. Не уточняется, я не могу этого сказать. Но написано, что Христос сделал. Помните, когда... Да, да, он просился с ним бесноватый, а он говорит, дай мне расскажи. Да, будь мне свидетелем и расскажи все, что сделал тобой с тебе Господь. И он пошел и сказал, что Бог сделал с ним. Вот такой какой-то же вариант. То есть, Христос говорит, скажи, что сделал с тобой Господь, а он говорит, Бог мне сделал то и другое. Таким образом, он утверждал, что тот, который ему сделал, это и есть Бог. то есть, таким образом, видите, я говорил в прошлом уроке, что в одном моменте Христос говорил не говорить, а в другом моменте сказал, иди говори, и человек должен был идти и рассказать. И первый проповедник в десятиграде проверил. И я хотел бы еще обратить внимание на последний, на конец последнего стиха. И увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. И если мы делаем параллельные ссылки, мы видим, что Иисус тотчас вошел в водку и отправился назад. Не спавший, не евший, отправляется назад туда, откуда приплыл. То есть это я хотел бы связать позже с чем. Христос, Христу говорят, мы не хотим тебя видеть, отоди от нас. И Христос не навязывает себя. Не хотите? Садится в лодку и отплывает. Помните момент, мы знаем, когда он сказал в шестойковом Иоанн, что кто, ученики некоторые говорят, сомневающиеся ученики, которые оставили, кто может слушать такие слова про плод и кровь, что он несет такое. И даже некоторые там говорили, что в нем бес, а другие говорят, это слова сумасшедшего, сумасшедшего. То есть они, что можно такую слушать, такую речь, зачем оно, кому оно нужно. ганимализм. И оставили его. Иисус такой, в отчаянии, что вы делаете, подождите, вы меня неправильно поняли. Конечно же, смотрят на 12 учеников. Вы хотите меня оставить? Если они оставляют его, он ничего не теряет, если его человечество оставляет. Человечество теряет, если оно его теряет. Вы хотите оставить меня? Конечно же, они не хотят. Поэтому Христос, если вот такое действие, мы тебя не хотим, он отправляется и отплывает в какую сторону. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari.com подпишитесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok